История кораблекрушения судна МС Хэнс Хэтофт Судно МС Хэнс Хэтофт был датским лайнером, который столкнулся с айсбергом и затонул 30 января 1959 года во время своего первого рейса у берегов Западной Гренландии. Единственным найденным фрагментом обломков был спасательный круг. По состоянию на 2022 год он остается последним известным судном, потопленным айсбергом с человеческими жертвами. Длина судна составляла 83 метра, ширина 14 метров, осадка 7 метров. Лайнер был построен в городе Фридериксхавн, Северная Дания. Судно было заложено 13 августа 1958 года, постройка судна была закончена 17 декабря 1958 года. Первый и последний рейс совершил 7 января 1959 года. Судно Хэнс Хэтофт был оснащен двойным днищем, несколькими водонепроницаемыми переборками, нос и корма его были бронированными. Его назначением было обеспечение круглогодичного сообщения между Данией и Гренландией. Однако корпус судна был клепанным, подобно корпусу Титаника, что вызвало критику владельца судна Кнута Лорицына, который заявил, что клепанный корпус не сможет выдержать такого давления льда, какое выдерживает сварной корпус. Подобно Титанику судно Хэнс Хэтофт был назван самым безопасным кораблем из находящихся на плаву, некоторые называли его непотопляемым. По приказу Министерства обороны Дании судно Хэнс Хэтофт был оснащен тремя 40-миллиметровыми зенитными орудиями. Корабль разрабатывался без учета вооружения и для размещения орудий корпус пришлось усилить в трех местах. В носу корабля было устроено помещение для боезапаса. Минобороны предоставила зенитки бесплатно. Орудия были установлены в ходе испытаний судна, но ко времени гибели судна они были демонтированы. Согласно приказу после обратного прибытия судна в Копенгаген орудия должны были быть немедленно убраны с борта лайнера. Было объявлено, что вооружение судна Хэнса Хэтофта было произведено без одобрения со стороны парламента. 7 января 1959 года судно Хэнс Хэтофт вышел из Копенгагена в свой первый рейс до города Кокорток, бывший Гатхоп, Гренландия. Рейс был сделан в рекордно короткое время. После прибытия судна совершила рейсы внук, Сесимеут и Манейцек, затем вернулась в Кокорток. 29 января судно Хэнс Хэтофт продолжил свой первый и последний рейс, отплывая из порта Кокорток. На борту судна находилось 40 человек экипажа и 55 пассажиров, груз из замороженной рыбы. Одним из пассажиров был первый гренландский член фолькетинга парламента Дании Оггалюнге. На следующий день после выхода в море лайнер наскочил на айсберг в 56 километрах южнее мыса Фарвель, южная оконечность Гренландии. В 13 часов 56 минут по местному времени экипаж судна подал сигнал бедствия. В сообщении говорилось, что лайнер столкнулся с айсбергом. На сигнал бедствия ответили корабль береговой охраны США Кэмпбелл, западногерманский траулер Яханис Крюс и еще один западногерманский траулер. В течение часа было получено другое сообщение о том, что машинное отделение затоплено. В 15 часов 12 минут пришло сообщение о том, что судно тонет. Авиация на полуострове Ньюфаундленд не могла взлететь и помочь в поисках судна Ханса Хётовта, в связи с плохими погодными условиями, был сильный штормовой ветер и туман. После потери связи с судном Хансом Хётовтом, радист траулера Яханис Крюс в 17 часов 41 минута уловил сигнал СОС. Судно прибыло на место катастрофы и начали розыск. Однако к вечеру траулер сам подвергся опасности. Вот что сообщил его капитан. Ничего не найдено и не видно. Ни огней, ни шлюпок, ни судна. Много льда, движущегося с севера-запада. Это опасно для траулера, и мы не можем здесь больше находиться. В розыск пропавшего судна включились самолеты США. В полдень в район катастрофы приплыл еще Кэмбелл. Начался совместный поиск. Но никаких следов судна обнаружить не удалось. Кругом плавали айсберги, что препятствовало эффективному использованию радиолокаторов. В сумерки командир Кэмбелла решил идти на Ушел из опасного района и немецкий траулер Яханис Клюз. Поиск погибшего судна оказался безрезультатным. 31 января корабль Кэмбелл доложил, что видимость ухудшается. Не были замечены никакие признаки присутствия судна Ханса Хётовта, его экипажей и пассажиров. 7 февраля поиски были прекращены. Тайна гибели судна так и не раскрыта, почему же не удалось спасти людей. В то время спасательные операции были затруднены, так как в районе катастрофы стоял густой туман и бушевал шторм. Немецкое рыболовное судно Иоганас Круез, которое первым подошло к месту аварии, сообщило, что он не обнаружил никаких следов катастрофы. Однако если учесть время, прошедшее с момента первого сигнала бедствия до последней радиограммы, то судно должно было оставаться на плаву более четырех часов. Казалось, времени было достаточно, чтобы спустить с аварийного теплохода спасательные шлюпки или воспользоваться другими средствами. Этого, вероятно, не было сделано. Можно предположить, что капитан судна Расмусин, был уверенный в непотопляемости судна Ханса Хётовта, считал, что ему удастся продержаться на плаву до подхода спасателей. Поэтому он медлил с отдачей команды о спуске на воду плотов и шлюпок, а потом шторм или другие обстоятельства привели к тому, что уже не было возможности спустить шлюпки и воспользоваться спасательными средствами. В коротких радиосообщениях, принятых с Ханса Хётовта на трауле Иоганас Круез, не было ни слова о подготовке к эвакуации людей. Переоценил ли капитан Расмусин достоинства своего судна? Или другие обстоятельства помешали спасти людей? Ответить на этот вопрос никогда не удастся. Следует сказать, что айсберги Северной Атлантики являются одной из самых серьезных навигационных проблем судоходства. Они двигаются по морским путям между Европой и Северной Америкой, угрожая тараном каждому встречному судну. В Антарктиде можно наблюдать, как от материковых льдов отрываются гигантские айсберги. Отдельные великаны возвышаются над водой на 50-70 метров, а их протяженность достигает 100 и более километров. Вес такого исполина в тоннах порой выражается десятизначными цифрами. Спустя 9 месяцев после гибели лайнера на берегу моря нашли выброшенный волной спасательный круг. На борту погибшего судна находились приходские метрические книги из приходов Гренландии, которые были отправлены для передачи в архивы Дании, что стало большой потерей для гренландской генеалогии. В результате катастрофы был вновь открыт аэродром в Нарсарсуака, который закрыли в ноябре 1958 года. Был открыт фонд сбора пожертвований для родственников погибших, за два месяца в десяти странах было собрано около 40 тысяч датских крон. Сумма компенсации для родственников составила миллион сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать шесть датских крон. 30 января 2005 года королева Дании Маргрете открыла памятник на североатлантической пристани Копенгагена, в память о 95 погибших на борту судна Ханса Хётовта. Субтитры создавал DimaTorzok